МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, родная республика! Как же радостно на душе, когда за окном такая чудесная погода! Хочется улыбаться и дарить людям свой позитив, чем мы сегодня и займемся. Друзья, готовы получить нескончаемый заряд бодрости на целый день? Отлично! Тогда отложите дела в сторону, вы смотрите Студия 11. Мы начинаем! Пальчики оближешь. Запеченные овощи в духовке. Рецепт от Юлии Панюковой. Библиотека памяти, что расскажет нам сегодняшняя дата. Государственная символика, о чем мы должны знать. Великий пост еще продолжается. Многие из вас в раздумьях, что же еще можно приготовить. Не расстраивайтесь. С таким вопросом мы всегда отправляемся к нашему сыктывкарскому футблогеру Юлии Панюковой. Кстати, ее очередной рецепт подойдет и тем, кто готовит свою фигуру к лету. Не терпится узнать? Тогда внимание на экран. Тесто я выложила на дно формы и теперь я отправлю в духовой шкаф при 220 градусах на 2-3 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok И снова отправляем наше блюдо в духовой шкаф. Субтитры сделал DimaTorzok Блюдо овощей в пальто готовы. Такое блюдо точно не повредит вашей фигуре и порадует постные дни. Современный Калининград Самый западный город у нас в России. 76 лет назад он был Кёнигсбергом, столицей немецкой провинции Восточной Пруссии. Самый крупный территориальный трофей, который завоевала наша страна во Второй мировой войне. Штурм города-крепости длился четверо суток. С 6 по 9 апреля 1945 года. Подробнее об этом событии поговорим с Еленой Бали. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Вот мне мой прадед рассказывал, что он до Кёнигсберга дошел. И правда ли то, что немцы не ожидали, что у нас у русских такое количество оружия и что вообще такая подготовка у них? Ну, немцы до последнего считали, что они вне всяческого превосходства. Но на самом деле на завершающем этапе Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, советские войска научились вести военные действия. И вот как раз восточно-прусская операция, она показала уже профессионализм приобретенный. И плюс при взятии Кёнигсберга продолжали обучаться штурмовые бригады и прочее. Это появляется уже при взятии Кёнигсберга. То есть опыт все время наращивался, нарабатывался. Хотя при взятии Кёнигсберга численного превосходства у советских войск не было. То есть были примерно равноценные силы. Четыре дня Кёнигсбергской наступательной операции это, конечно, был для нас хороший итог, большая победа. Не случайно дата 9 апреля внесена в историю нашей страны как памятная дата военной истории. Но для немцев это была полная трагедия. Комендант крепости Отталяш 8 апреля еще отказывался от капитуляции, но 9-го уже сообщили на русском и немецком языке, что Кёнигсберг капитулировал, за что за свое решение он был Адольфом Гитлером заочно приговорен к смертной казни. 11 лет он проведет в разных лагерях на территории Советского Союза как военно-пленный. Вообще он был приговорен к 25 годам каторжных работ в 1948 году. Некоторое время он находился в лагерях на территории нашей республики, как он пишет в своих воспоминаниях, у Ледовитого океана в Оркуте. Елена, я знаю, что на сайте Национальной библиотеки есть раздел «Библиотека памяти». Это и раздел, это один из проектов нашей библиотеки. И есть самостоятельный интернет-сайт «Библиотека памяти в Великой Победе посвящается». Мы всех приглашаем ознакомиться с этим сайтом. Проект работает с 2015 года. Любой житель республики Коми, имеющий желание увековечить память своих родственников, участников войны, может поделиться с нами своими документами из личных архивов, фотографии, военные документы. Может быть, даже документы, не касающиеся периода войны, но касающиеся жизни участника Великой Отечественной войны. Это электронный каталог фотографий документов о Великой Отечественной войне. И здесь также размещается информация как по районам республики Коми, так и по событийным моментам. И мы можем увидеть фотографии наших земляков, которые принимали участие в взятии города, крепости Кёнигсперка. То есть, в принципе, по датам там тоже есть разделение, что можно увидеть? По географическому принципу. Мы всех приглашаем в преддверии 9 мая. Это вот то малое, что мы можем сделать, сохраняя память о Великой Отечественной войне, о победе. Это минимум, что от нас вообще можно проявить. Елена, спасибо вам большое за беседу и желаю дальнейших успехов. Спасибо вам. У каждой страны есть свои государственные символы. Они выражения независимости и самобытности. Флаг, герб, гимн – это то, что для каждого гражданина нашей страны имеет свое значение. Как вы думаете, можно ли государственную символику использовать в личных целях? Об этом узнаем в рубрике «Ничего личного». Привет, Гоша. Привет. Гоша, тема у нас сложная. Но все же, какие государственные символы Российской Федерации ты знаешь? Флаг, герб и гимн. Интересно. А для чего государству нужна символика? Сложно так быстро отведить. Например, когда мы болеем за наших спортсменов. Слышим гимн, видим российский флаг на трибунах, испытываем чувство гордости за нашу страну. Хорошо, Гоша. А в повседневной жизни где ты видишь государственную символику? Много где. Например, гербы устанавливают на монетах, купюрах, официальных документах, фасаде школы. Флаги я видел на здании резиденции главы КОМИ и Госсовета Республики. Также флагами России украшают города и села на День Победы и День России 12 июня. Сергей, а к чему все эти вопросы? Сейчас объясню. Вот смотри, ты бизнесмен и решил использовать герб в своих печатях или бланках и так далее. Как ты думаешь, это законно? Почему бы и нет? Все мы жители России. Нет, Гоша, это нарушение. Государственные символы охраняются законом. Например, в российской конституции написано, в каких случаях можно использовать герб нашей страны. И, конечно, ни о каких логотипах предприятий речи не идет. Советую прочитать и конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации. Флаг размещают на зданиях органов власти и в рабочих кабинетах. А еще я видел по телевизору, как российский флаг устанавливают на кораблях, космических аппаратах, самолетах и вертолетах. Каждый день поднимают в воинских частях. Гоша, но есть примеры, когда люди оскорбляют государственную символику. Правительство одного региона перед Новым годом разместило в социальных сетях такую картинку. На голове медведя, который расположен на гербе края, дорисовали шапочку Санта-Клауса. Еще пример в СМИ опубликовало фотоиллюстрации уничтожения государственного флага Российской Федерации. В таком случае прокуратура требует от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурс. Например, по требованию Роскомнадзора Твиттер удалил сообщение пользователя с изображением неприличной формы, оскорбляющим государственный флаг. Получается, нельзя оскорблять государственные символы и использовать их на свое усмотрение? Да это так. Это нарушение правил. Надругательство над флагом, гербом России влечет за собой ответственность. И каждый из нас должен с уважением относиться к государственным символам. Если у вас есть вопросы к Роскомнадзору или вы хотите рассказать нам свою историю, пишите нам на электронную почту. А мы с Гошей в следующей рубрике расскажем вам. До встречи. До скорой встречи. Это середина нашей программы. Впереди только интересные новости. Мы сейчас возьмем небольшой перерыв. Не скучайте. Это Студия 11. Мы точно не дадим вам скучать. Что же ждет нас в ближайшие 10 минут? Сейчас узнаем. Интересная личность о наших знаменитых земляках к столетию Республики. По реке времени. Республиканский конкурс юных художников. Танцуют все. Зажигаем под песню проекта Коми Морт. К столетию Республики мы делаем самые разные репортажи и программы. И очень часто бываем в библиотеках и музеях. А знаете ли вы, что в здании Кумистата тоже есть музей? Моя коллега Елена Красильникова побывала там и узнала, что такое арифмометр «Феликс» и посмотрела документы главного статистика Советского Союза нашего земляка Владимира Старовского. Мы находимся в музее Кумистата и обнаружили весьма любопытный экспонат. Вот посмотрите. «Феликс» называется этот экспонат. Современный калькулятор выглядит иначе. А вот «Феликс» выпускался уже с 29-го года. Счетная машинка. Как здесь написано, предназначена эта машина для выполнения операций умножения, деления, сложения и вычитания. Вот статистики раньше пользовались такими машинами с 29-го по 78-й год. Кроме арифмометра «Феликс» в музее Кумистата есть много предметов, о которых нынешние школьники даже не слышали. Ну а мы сразу обратили внимание на фотографии нашего земляка, уроженца села Помоздино Владимира Старовского. 35 лет он возглавлял Центральное статистическое управление Советского Союза. Парень из коми-глубинки сделал блестящую карьеру. Начальник Центрального статистического управления товарищ Старовский сообщил нам следующее. Эта перепись имеет большое народно-хозяйственное значение. В 14 лет Владимир Старовский поступил в статбюро Сюсольска и остался верен профессии до конца своих дней. Он стал главным статистиком страны в 1940-м, когда пять его предшественников расстреляли как врагов народа, и Старовский понимал все риски. В годы Великой Отечественной он ввел новую методику моментальных переписей от 7 до 15 дней, которые давали оперативную картину по оборудованию, сырью, помещениям. Сам Старовский, когда выступал, он говорил, что статистика внесла неоценимый вклад в победу фашистской Германии. После войны он правильно посчитал людские потери. В некоторых современных публикациях указано, что Старовский назвал цифру более 20 миллионов человек, но эти сведения засекретили. В 1951-м его отстранили от должности. В музее Комистата нам рассказали, что ученик Старовского, экономист Лука Ярошенко, разнес в пух и прах учебник по политэкономии. Автором предисловия был Сталин. Когда он уходил, тогда Сталин спросил у Молотова, а кто он вообще по национальности? Молотов ему ответил, он коми. И Старовский по национальности действительно был коми. Всегда у него в документах шла национальность коми. На что Сталин ответил, что нет такой коми-фамилии Старовский, что это польские евреи. А это уже было, конечно, очень серьезно. Три месяца он ждал, кому же передать дела. Потом позвонил Сталину и получил ответ. Раз нет постановления, продолжайте работать. И он продолжил. Сегодня на фасаде Комистата можно увидеть мемориальную доску Владимиру Старовскому. Его имя носит одна из улиц Сыктывкара. Гордятся своим земляком и в Усть-Кулумском районе. Сам Старовский называл себя Помоздинским. И жители Помоздина считают его своим. Недавно были подведены итоги третьего республиканского конкурса детского художественного творчества по реке Времени, посвященного столетию нашего края. Кто был членом жюри и какие работы оказались лучшими, узнаем у нашего гостя. Ирина Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие изменения внесла пандемия, зная, что конкурс проходил дистанционно? Пандемия, конечно, внесла свои изменения. Нам бы хотелось, чтобы ребята участвовали очно, чтобы мы их видели, чтобы это был праздник, настоящий, открытие, закрытие, вручение. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, и всего этого мы лишились. Конкурс проходил дистанционно, но все участники свои работы прислали в натуральном виде, и члены жюри их оценивали прямо в натуральном виде, не дистанционно. И члены жюри тоже работали очно вместе с нами и оценивали очень пристально и скрупулезно каждую работу. Ну вот давайте поговорим о тех, кто оценивал работу. Председателем жюри была Ласкина Галина Нестеровна, мы с ней плотно сотрудничаем. Это преподаватель колледжа искусств Республики Коми. Члены жюри были известные художники, этнофутурист нашей Республики, это Юрий Лисовский впервые, он у нас участвовал в качестве члена жюри. И Анжела Разманова, тоже известный художник-дизайнер нашей Республики. Давайте поговорим о самих юных художниках, какое количество участников и какая география. В этом году мы не стали проводить отборочный этап, потому что хотелось привлечь больше народу к этому конкурсу. И 125 участников у нас заявились. Из 125 участников у нас 36 победителей и призеров. География конкурса – это 6 муниципальных образований. И если по школам говорить, то это 7 образовательных учреждений, школы художественных и студий, а также 3 средних профессиональных учебных заведения. Это колледж культуры, колледж искусств, ну и наша гимназия искусств, конечно. Кто стал победителем? Какое количество участников? Ну, победителем стали где-то 36 участников. Не в каждой номинации. В какой-то номинации у нас даже нету диплома первой степени. Вот такое у нас было строгое жюри. Строгое, да. И все ребята получат дипломы первой, второй, третьей степени победители, а все участники получат сертификаты. Хотим продемонстрировать результаты этого конкурса. То есть это призеры? Да, именно призеры. В Санкт-Петербурге в представительстве Республики Коми. Там нас ждут и хотим отправить выставку в составе выставки «Мой край. Мы вдохновили». Но так как конкурс в этом году уже третий, есть ли какие-то выводы уже по сравнению с прошлыми годами? Тематика конкурса всегда у нас привязана к республике, к культуре или к искусству. В прошлом году мы, естественно, посвящали свой конкурс 75-летию победы Великой Отечественной войны. И наши задания очень плотно связаны с литературой и с текстами. Номинации у нас построены таким образом, что представляют собой жанры искусства. Это пейзаж, портрет, иллюстрация, комикс и буквица. И на каждую вот эту номинацию мы ищем подходящие тексты, конечно, наших коми-писателей, авторов. И смотрим, как ребята работают с текстами. Ну, очень сложная работа была у ребят. В следующем году, я надеюсь, конкурс тоже будет и уже в очном формате. Я желаю вам дальнейших творческих успехов и спасибо, что к нам пришли. Спасибо. А так как сегодня пятница, то предлагаю взбодриться и потанцевать. Сейчас предлагаю посмотреть ролик, который занял первое место в конкурсе Эжвинского центра комикультуры и проекта Коми-Морт. И это участники из деревни Новик-Бош. Смотрим и подпеваем. 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 На этом наша программа подошла к концу. Желаю отлично провести эти выходные. Не забывайте делать добрые поступки. Ах да, и конечно же улыбаться. Отправляю вам свой позитив. Не растеряйте его. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова